Микс Ньюс Добрый день, время начинать разворот. Сегодня ввиду его я, Лёна Борисова, помогает мне звукорежиссёр Евгений Копейнов. В гостях у нас сегодня доктор геологических наук, исследователь Латвийского университета, участник экспедиции в Антарктиду Янис Каруш. Здравствуйте. Добрый день. Сразу напомню, телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939. Звоните нам, задавайте свои вопросы молодому учёному, если у вас таковые имеются. Напомню, в феврале трое латвийских учёных отправились в Антарктиду на украинскую полярную станцию Академика Ивернадского, чтобы изучать толщину и внутреннюю структуру ледников. Да, правильно. И о планах геологов ещё в феврале нам рассказывал, на вашем месте находился ваш коллега Кристоф Ламстерс. Вот расскажите, всё ли прошло гладко по запланированному, скажем так, по вами запланированному ранее, и каких целей удалось добиться, и как прошла экспедиция? В принципе, экспедиция прошла очень успешно. Мы сделали всё, что хотели сделать, и сделали даже больше. Почему? Потому что очень хорошая погода была. Даже не типично для Антарктиды, мы говорили с украинцами, которые там пробили 6-7 год, они сказали, что такую хорошую погоду в лето они не помнят. Поэтому у нас было очень много времени, когда работать. Изначально мы думали, что будет так, 1-2 дня, когда можно работать, и 2 дня будем сидеть в базу, потому что очень плохая погода. Но вышло так, что первый месяц только 2 дня вообще были такие, что мы не могли выйти и работать. Так и у нас было побольше времени, чем мы считали, и всё и сделали. То есть за первый месяц фактически вы уже выполнили ваш план запланированных работ на 2 месяца? У нас был план примерно на... Ну, мы считали, что будет у нас примерно полтора месяца время, так и в конец было. И мы успели всё сделать, почти всё, в первый месяц, и последние 2 недели только какие-то маленькие вещи, которые не были доделаны. А когда вы говорите о том, что погода влияет на работу учёных, находящихся на Антарктиде, что вы имеете в виду? Какая погода не способствует работе, изучению пород? Мы в основном работали вокруг станции Академики Вернадской, и он находится на Аргентинском архипелаге. Так, архипелага в много малых островах, и на них есть много ледников. И мы... Главная задача была изучать этих ледников. Но между островами есть вода, и мы должны ехать лодки, ну и если ветер очень сильный, который в Антарктиду это не редкость, там очень часто очень сильный ветер. Ну вот сильный ветер это в Латвии порыв... 20 метров в секунду, это в Латвии, в принципе, уже как бы очень сильный, никто... Да, практически ураган разрушающий. Да, там это как бы довольно нормально. И вот есть один момент, когда уже волны такие большие, что опасно ехать с лодкой, и ты не можешь идти работать. Мы даже так планировали, если погода очень хорошая, мы ехали на дальнейшие острова. Но если погода не такая, не очень, тогда мы могли работать поближе, там, где не надо так далеко ехать. А есть вероятность того, что вы, допустим, отправитесь на изучение на другой берег, погода может испортиться в течение дня, и как вам тогда возвращаться обратно на резиновые лодки? Да, возможность есть такая, и один раз у нас почти не удалось поехать на базу, потому что мы когда с утром уехали из базы, уже мне треологи сказали, что в середине дня будет плохая погода, уже ветер будет большой, и вы следите за том, как все выглядит, и просто на рации вызывайте, когда надо ехать обратно. Ну, мы опоздали буквально на полчаса, и уже был сильный ветер, и когда мы ехали обратно, волны были большие, мы все мокрые, лодка, половина полна с водой, и это уже было экстремально. Ну, еще в нормах, но, в принципе, можно и остаться. Страшно было? Ну, главное, мы думали о технике, потому что у нас много оборудования, и, в принципе, мы пытались просто, чтобы он не был мокрым. Ну, страшно, не скажем, что очень страшно, потому что, ты понимаешь, ты в регионе, где может случиться плохие вещи, и ты готов к этому. То есть, самое главное для полярника, чтобы не случилось, спасать свою технику. Первый, ты спасаешь технику, ну, конечно, тебе инстинкт есть, сам хочешь движечь, но очень важно спасать технику, потому что, если мы, как бы, не привезли никакие научные данные, тогда эта экспедиция будет зря. А, допустим, если вы отправлялись на другой остров, и вот погода вас застала не самая лучшая, то какие-то предусмотрены, не знаю, палатки для того, чтобы вы могли там их, ну, скажем, заночевать там, или переждать эту погоду, чтобы вы могли вернуться на базу? Для нас, я все-таки не сказал, что ситуация была такая плохая, потому что мы все-таки, в основном, работали в этом архипелаге, и можно было поехать обратно. И если украинцы в базе чувствовали, что скоро будет плохая погода, они обычно и вызвали нас в рации, что все, у вас есть еще один час, и все, и надо ехать обратно. — Вам надо было каждый день, скажем так, уезжать из базы? — В принципе, да. — Вы не работали там, где были деслационные? — Там, где была база, есть только один ледник, и мы, в принципе, его, когда изучали, тогда все у нас, уже только остается остальные. — А на какие расстояния вы отдалялись? — На несколько километров, в принципе. — Ну, вот самая большая? — Самая большая, по-моему, была где-то 8-9 километров. — Ну, 8 километров, и это ежедневно, да? — Ежедневно, я сказал, 3-4. — А скажите непосредственно о самих исследованиях, какие исследования удалось провести, и каким выводом вы пришли, что вы брали на анализ? — Для выводов еще слишком рано, потому что мы данные только это привычная обработка, и для того, чтобы понять, что все хорошо, это мы уже в Антаркиде делали, выводы какие-то будут самые ранние, через 3-4 месяца, а научные статья — это уже через год. — Ну, что мы сделали? Одной из главных задач было изучать этих ледников. Мы изучали его толщину с помощью георадара, использовали дрон и GPS, чтобы поверхность ледников изучать. И, в принципе, мы будем вообще, попытаемся понять, как они вообще есть, какая толщина, как они развивались в прошлом, и никто еще ничего такого не делал. Поэтому мы и решили это делать. — Давайте примем первый звонок. Надевайте, пожалуйста, наушники. Здравствуйте. — Добрый день. А вот меня удивило в вашем рассказе то, что ваши коллеги делали такие точные прогнозы погоды, пускай кратковременные, но, я так понял, часов на 12 или даже на сутки. А почему у нас на материке не делают такие точные прогнозы погоды? Как посчитаете? — Да, спасибо. Ну, это вот отсылка к тому, что вас предупреждали о возможном там усилении ветра, да, и вам советовали возвращаться на базу. — Это, в принципе, я не сказал, что это очень точные прогнозы погоды. Это просто так, что метролог, когда он сидит на базе, он уже видит, какие облака, потому что очень далеко можно видеть, и у них там есть местные метеостанции, и примерно ты можешь понять, что будет. — В Латвии это все-таки потруднее, и здесь пытаются человеки на 12 часов прогнозы сделать. Это немножко по-другому. Там это, в принципе, очень быстро, вот что будет через 1-2 часа. — Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте. — Алло, добрый день. — Добрый. — Подскажите, пожалуйста, у меня такие пару вопросов. Ну, это теории там всякие ходят. На Google Maps не видно центра Антарктики. Есть теория, что там край земли, там скрытые базы какие-то. Что вы поэтому скажете? Почему нет центра на карте? — Да, действительно, вот Антарктида отчетливо на карте видна, и, ну, скажем так, ее все границы, а когда вбиваешь Арктика, да, то можно наблюдать только Гренландию, северную часть России, США, Канады. — Это зависит чисто от того, как вообще сателлиты летают и как это снимки делаются. Ну, я не могу подробнее сказать, почему именно так. Но что я могу сказать о секретных базах в Антарктиде? Я очень скептичен, что такое возможно, потому что там очень плохая погода, и выжить там без обеспечения из мира в принципе нереально. Не можно там построить базу, ну, конечно, питаться можно все, но я очень скептичен. — Вы сейчас про Северный полюс? — Оба полюса. — А, ясно. А если возвращаться к вашим исследованиям, то вы говорили о том, что вы брали ледники для дальнейшего анализа. — Да? А вы брали именно сам ледник или вам необходимо было все-таки прорубать лед для того, чтобы взять какую-то породу, может быть, с которой или вас это не интересовало? — Мы взяли и породу, чтобы изучать, как вообще почва, например, там развивается. Но мы брали и пробы из ледника, но они просто тают, и потом это вода. Но это для нас не проблема, потому что мы изучали и изотопов О-16, О-17, и это не мешает, что они как бы не лед уже. — Как это происходит? То есть вы берете кусочек льда на какой-то определенной глубине? — Да, да. — Максимально, на сколько вы опускались? — Мы не бурили, мы брали пробы из края ледника, и, в принципе, весь ледник, там примерно, по-моему, был 40 метров высота, и через каждый метр мы взяли три пробы. И так это обычно тоже делается. — 40 метров вниз вы уходили? — Я сказал, что примерно 40. — Спускаясь. — И как этот ледник можно сохранить? Ну, вот вы сказали, да, понятно всем, что лед тает, и в результате образуется жир. — У нас не было нужды сохранять, потому что если он тает, это уже вода, для этих анализов это не проблема. — Я поняла. Вы с какими-то колбочками спускаетесь? — Да-да-да, конечно, есть специальные поставить. — А породы какие-то брали? — Да, мы брали породы для изучения зерна кварца. — Из этого можно сказать, вот какие силы воздействовали на этих зернах, когда этот песок образовался. — И потому можно и сказать, вот, например, там был ледник когда-то на каком-то месте, где он сейчас нет или не был. — И, конечно, и пробы для почвы, чтобы понять, как развивается почва Антарктиды, потому что у нас все-таки климат останется. И потеплее, и потеплее, и там будет порода когда-то и большая. — А как вам удалось добраться до почвы, да, если вот мы знаем о том, что ледники находятся, там толщина ледников может составляться 5 километров, да, или есть такие места, где она сравнительно близко? — Там, где мы брали почву, это место, где ледник нету, там просто есть скалы, и на некоторых местах уже можно видеть, что растения какие-то маленькие, там мох обычно, и там уже есть какая-то почва. Но это пару сантиметров, не надо думать, что там можно копать яму, метр там, это просто пару сантиметров. — А вы исследовали как раз-таки ту территорию, которой до вами никто не занимался? — Ну, я не знаю, как раз-таки это было, но мы делали вещи, которые не делались для вот этого момента, это и как бы так и надо ученому делать, ты не питаешься делать что-то, это уже было, а питаешься что-то новое делать. — И вот новое — это что? — Новое — это вот именно эти ледники, никто их не изучал, и никого, ну, нет большое понятие, как они вообще там, какие большие, и как оказались вообще. — Какую ценность для нас вот может представлять изучение этих ледников? Что вы можете сказать, прогнозировать, для чего? — В принципе, эти ледники очень чувствительны к изменению климата, и в принципе, если мы узнаем, когда они вообще начинались растать, и какие они сейчас, тогда мы можем немножко побольше сказать вообще, как глобальный климат меняется. — То есть, по этой пробе вы можете определить, каким ледник был несколько лет назад? — Не только по пробах, но и геофизикальные измерения, как ими делали, с геордаром, толщина, как и внутренняя структура. — И насколько вот такой прогноз может быть реалистичен, да, и вот на сколько лет вы можете прогнозировать? Вот вам, ну, грубо говоря, вам понадобится год для того, чтобы подвести итоги, да, представить свою научную статью, и что, к чему вы стремитесь, что в ней должно находиться? — Мы побольше будем говорить о том, как он развивался в прошлом, и тогда уже можно думать, что будет в будущем. Ну, я думаю, что вот статья будет, ну, через год примерно, потому что данных очень много, и это нормально для современной науки, что один-два года для публикации. — Мы сейчас ненадолго прервемся на новости и рекламу, после чего обязательно продолжим. Продолжаем программу «Разворот». Напомню, у нас в гостях сегодня доктор геологических наук, исследователь Латвийского университета, участник экспедиции в Антарктиду Яни Скарус. Я напомню, что латвийские ученые в феврале месяце впервые в истории Латвии отправились в Антарктиду. — Расскажите о климате, да, вот, допустим, если сравнивать с Латвией, у нас иногда в пределах одной страны температура может разниться в 10 градусов. Какие вам пороги температурные на момент пребывания вас там удалось застать? — Самая низкая температура была примерно минус 3 градусов, и самая большая где-то, ну, до 10 градусов. — Минус 3 плюс 10? — Ну, это ощущение не такое, как у нас, плюс 5. Там очень сильный ветер, много влага, воздух, и, в принципе, это ощущение как минус 15 примерно. — Минус 15. Но одеты вы были всегда очень тепло? — Не всегда. У нас было, мы уже, как бы, это у нас пятая экспедиция, мы уже ожидали, что так будет. У нас было много слоев, и мы могли просто одеть или меняться одежду из того, как погода. — А скажите, пожалуйста, если говорить о погоде, и вы сказали, что это может быть плюс 10, то как так происходит, что вот феномен плюсовой температуры на Антарктиде и ледники не тают? — Это не феномен, это нормально, что мы все-таки возле берега было, там нормально, что и плюсовая температура, но ледники все-таки большие, это не так просто. — Там солнце начинает светить, и все тает. Да, конечно, тают, это нормально для летового периода. Так что там, это не аномалия, что там есть и плюсовая температура. — Ну, там сейчас самое теплое время? — Когда мы били, да. Это было лето, это примерно 2-3 месяца, когда снег и дождь не так часто, как в зимой, но все-таки ощущение такое, что ты зимой там находишься. — Пока вы были в экспедиции, от вас приходили к нам новости, и вот одна из таких новостей появилась в марте, где сообщалось о том, что пингвины вам доставляют дополнительные заботы и перемещая вашу исследовательскую технику. — Это неправда, я не знаю, откуда это взялось, что пингвины нам мешают. — Пингвины, в принципе, те животные, которые там вообще не мешают никому, они просто стоят. И ученые, в принципе, если ты не биолог и не изучаешь пингвинов, ты вообще не можешь подойти к ним. — Это запрещено? — Это запрещено, и мы это и не делали. А почему еще и не хочется продойти к ним? — Потому что у них очень сильный запах. У них есть колонии, они там и свои нужды справляются, и, в принципе, не хочется даже подойти к ним. И если там есть колония пингвинов, уже метров 100-200 перед, ты уже чувствуешь, что там есть колония. Даже ты ехаешь на лодке, ты чувствуешь, да, на этом острове есть пингвины, и ты не хочешь подойти к ним. — Но если вот, когда вы увидели первый раз в жизни там пингвина, вам не захотелось чисто вот из-за интереса подойти, посмотреть поближе хотя бы, есть какое-то определенное расстояние, которое нельзя нарушать? — Да, нельзя поближе, чем там 5 метров подойти к пингвинов, но ты можешь их нормально видеть от 10 метров и так, но мы все-таки понимали, что у нас другие интересы, и мы просто издалека, в принципе, посмотрели. — Но они не проявляют интерес к людям? — Не очень. В пингвинах они не такие любопытные. — Хорошо, тогда кто эти животные, которые крали у вас оборудование? — Они не смогли украсть, питались что-то сделать, эти такие птицы, называется скуа, они очень любопытные, это известно уже, когда мы читали книгах о экспедиции британцев уже в 50-х годах, там уже было написано, что да, вот птицы скуа, они пытаются украсть тебе все возможное. Мы это знали, и, в принципе, все, что стояло, мы пытались покрыть, с чем-то камнем наверх поставить, чтобы они не смогли это сделать. Но это было видно, что они хотят это сделать. — Ну, то есть, ни разу все равно ничего не хватали, не уносили на какое-то расстояние? — Нет, не удалось. Самое близкое, того, что они почти что-то нанесли, они один раз перчатку взяли и пытался улететь, но перчатка была слишком тяжелая, и он его бросил. — Давайте примем еще один звонок. Здравствуйте. — Добрый день снова. А вот в начале 90-х годов немцы отправляли на зимовку чисто женскую экспедицию, но через месяц там и техника сломалась в этой женской экспедиции, и сами они, женщины, перессорились, и пришлось уже спасателей отправлять немцам туда, на свою станцию. Скажите, а вы много женщин в Интерктиде видели? — Да, спасибо за такой вопрос. — У украинцев зимовки женщины не были. Когда мы ехали обратно в месте американцев, там били женщины, которые зимовали. Это просто как получается. Я не думаю, что жить в базе невозможно для женщин. Я думаю, это совсем нормально, и, в принципе, как мы слышали, для какой-то следующей экспедиции тоже будут женщины в украинской базе. И на летний период там есть человек, который работает только в лето. На этом году, например, нам приехала украинца и работала там. — Вот сейчас, да, вы наблюдали женщину? — А какая это ваша экспедиция по счету была? — Сместно? — Вообще в жизни? — У нас это пятая экспедиция. — Пятая экспедиция. И вы можете сказать о том, что все-таки экспедиция, они сугубо замкнутый мужской коллектив, и полярники не любят женщин работать с женщинами именно в таких условиях? Или женщины сами, допустим, плохо переносят? — Я так не сказал. Это зависит от человека. У нас такая политика, что если есть женщина, если она может сделать все, что она должна сделать, тогда у нас никаких проблем нет с этим. — Расскажите о вашем дне. Сколько часов вам приходилось находиться под открытым небом? Как строился ваш день? Вот обычный рабочий день? Во сколько вы просыпались? Что делали дальше? — Просыпались от полседьмого до седьмого. Ну, там плюс-минус десять минут. Ты поставишь просто метку на доске, что должны просыпаться. И вот первое, что делаешь, покушаешь, там намазываешь лицо с кремом против солнца, потому что очень сильное солнце может быть. И потом едем на поле, и ну 10-12 часов на поле, тогда обратно на базу, быстро покушаешь, первичная обработка данных, чтобы понять, что все выдулось в этом дне, и в принципе почти уже должен идти спать. — Как вы питались? — Питались очень хорошо, на нашем взгляд, потому что в базе есть повар, который делает, ну как бы нормально еду, и ты можешь нормально кушать. Ну, конечно, когда ты весь день на поле, это какие-то консервы. — У вас есть какая-то общая столовая при базе, и все обедают, ужинают в одно время, да? — Да, одно время, но те, которые на поле на том время, для них остается эта еда и его порции. В холодильнике ты можешь, например, вечером кушать то, что в дне было, и вечером. Ну, это довольно свободно, и система была хорошая. Проблемы с этим, наверное, не было. — Но вы не голодали? — Нет, не один день. — Давайте принимать звонки. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Добрый день. — Прошу гостю. — Да. — Как там с странностями, с объектами, с тем, что крайне нежелательно оглашать в эфире, там все ведь это есть, я знаю абсолютно точно. А вам приходилось встречаться с чем-нибудь таким? Ну, НЛО и прочие дела, другие объекты. — Ничего странного не видели. Там есть очень много природных феноменов из солнца, которые есть. Ну, ничего странного, я сказал бы так. — Ну, какой-то, может быть, о какой-то конфиденциальности речь шла? Есть какая-то информация, которая, допустим, нежелательна для всеобщего обозрения? — Нет, такого нет. — Вас никто не ограничивал? — Нет, мы можем разговаривать о всем, что было, как было, потому что это все-таки международное изучение, это вообще-то коллектив, не только украинцев, но и все ученые, которые изучают Антарктиду, они все очень открытые. Мы говорили с британцами, американцами, и всех есть ощущение, что мы все вместе изучаем одну проблему. Нету так, что вот мы, например, это наша страна, это мы делаем, вот там начинается ваша проблема. Нет, все понимают, что это глобальная проблема, и все вместе это делают. — Какое у вас общее впечатление осталось от посещения Антарктиды? Что больше всего потрясло? — Потрясло то, что увидели, что мы вообще не знаем ничего об этом континенте, конечно, много знаем, но это какой-то… — Ну, не только латвийский, он в целом, да? — Да, я говорю в целом, что есть такая идея, что мы почти там все знаем, там Амутсин пошел на полюс уже давно, и там нет ничего нового. Там, наоборот, есть очень много местах, где человек вообще не пробивал, и там очень много еще, что открыть. — А есть планы отправиться туда повторно? — Да, у нас уже, когда мы это все начинали пять год назад, мы знали, что мы хотим это делать нормально, что это не просто один раз для себя. — Не вахтовый метод, она постоянная. — Да, что это было постоянное изучение. — И когда планируется следующая поездка, если о ней можно еще начинать говорить? — Мы будем в этом августе уже на Исландию ехать, но на Антарктиду мы планируем через два года, потому что на один год мы просто не успеем подготовиться. — Я просмотрела в Фейсбуке, у вас была группа Arctic Contracting Expeditions, и там периодически о вас информацию публиковали, ваши снимки, фотографии, причем в тот момент, когда вы находились в Антарктиде. — Как эти фотографии там оказывались? У вас была какая-то связь, интернет, вы их пересылали? — Да, у нас была возможность работать с интернетом, но очень ограниченная, там очень как бы все-таки трудно какие-то данные послать. И если я сейчас правильно помню, то мы смогли отправить какие-то фотографии только когда мы уже на Лидеокопе били и ехали обратно на Южную Америку, на Чили. — А вот непосредственно находясь на материке, вообще никакой связи не было? — Есть, конечно, сателли-телефон и интернет, все-таки есть, но... — Потому что там же люди год живут, да, допустим, те же украинцы? — Да, 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 они там год живут, но все-таки очень ограниченно-то все. Это не так, что ты каждый день можешь на Фейсбук идти посмотреть, как все происходит. — А откуда подключение к интернету или какие спутники, сигналы? — Я технические подробности не могу сказать. — Но где же наши телефоны работают и можно подключиться? — Нет, 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 там все, телефон ты можешь составить на Южной Америке, он вообще без смысленно в Антарктиде. — А только в качестве как гаджета или тоже нет? — Ну да, можешь его питаться как-то. — Хорошо, расскажите, вы себе в качестве сувенира что-нибудь привезли? Есть ли у вас какая-нибудь такая традиция с каждой земли что-то себе привозить к геологу? — В принципе, из Антарктиды нельзя ничего ввести только для научных целей. И это не так, что ты можешь взять, например, даже какой-то один гвоздь из старой базы, потому что это уже как бы исторический артефакт. — Это запрещено, и мы ничего не взяли. Только те пробы, которые нам было разрешение, что это мы можем взять. Это и проверяют, когда ты входишь в порт на Южной Америке, там есть человек, которые проверяют, есть ли у тебя все разрешения, и если нет, тогда, конечно, были бы проблемы. — А много ли молодежи работает на станциях подобных? У нас, ну вы непосредственно относитесь к таким, да? Потому что вообще какой-то конкурс проводился на экспедицию среди... — Для нас это было уже как бы, там нельзя ехать, это наш взгляд, что там нельзя ехать с человеком, которым ты уже перед экспедицией не работал вместе и не знаешь, как он вообще работает на поле, его какие-то характеристики. — Потому что мы ехали еще четыре года на другие экспедиции, и физические, и психологические. — То есть вы вашей тройке уже знакомы давно? — Да, очень давно. Перед экспедицией мы довольно много работали вместе, и это было одной из причин, почему именно вот таким составом. Потому что не можно просто две очень высокого уровня ученые, ну будем ехать вместе в Антарктиду. — Это такое негласное правило, которого все придерживаются? — В принципе, это МИД для себя, это, так думаю. Ну и, например, для украинцев они тоже же, когда у них комплектация состава ведется, когда уже последние 12 человек есть, они проживают, если я правильно помню, одну неделю в одном месте, в лесу где-то, и психологи просто смотрят на них, как это все, все будет ли хорошо зимой. — А если возвращаться к вопросу молодежи, преимущественно больше молодых ученых? — Когда мы говорили с руководителем базы, он сказал, что его мнение, что настоящий возраст, когда надо ехать на Антарктиду, это примерно 30-35 годов, потому что человек тогда уже довольно самостоятельный, и можно прогнозировать, что он не будет резко делать что-то. — Он сказал, что так, но вот их команда была, половина была примерно нашего возраста, это возле 32-33 года, и вот половина была немножко постарше, которые уже побольше разбили в Антарктиду. У них тоже правило, что как минимум пару человек из группы не первый раз на Антарктиду зимуют, потому что это психологически трудно все-таки. — А есть на материке площади свободные от льда? — Да, маленькие есть, например, на долине Макмердо, там вообще лед нет. — А что, там место не было? — Там песок, в принципе. — Вот просмотри ваши фотографии, опять же, из этой группы, я увидела, что на снегу порой лежит земля, то есть снег как будто черный, как будто он грязный. — Это камни, это какие-то магматические породы, это чисто камни, там нет песка почти вообще, там там такие большие камни. — То есть это снег, и на нем камни лежат? — В принципе, там есть камни и на них лед обычно, но есть отдельные камни, которые на лед как-то там попали. — А правда ли, что в Антарктиду ограничивается число приезжающих людей? Есть вот туристические путевки, да, если человек желает? — Сейчас это еще не так, в принципе, это и круизные корабли очень много, и украинцы тоже сказали, что каждый год понемножку побольше-больше. Но, как мы слышали, что идет речь уже о каких-то квотах, потому что уже как бы много человеков, и надо что-то думать об этом. — Уже не так просто попасть? — Ну, попасть, в принципе, если вы хотели поехать как турист на Антарктиду, тогда сейчас уже последнее время, когда покупать билет на корабль на следующий год, потому что уже через два года эти билеты уже начинаются идти в концу. — А насколько вам было тяжело или, наоборот, просто адаптироваться к климату, к обстоятельствам в Антарктиде? — У нас эта идея, что мы постепенно идем на Антарктиду, была очень правильная, и мы уже в первые эти четыре экспедиции, в принципе, прошли этот процесс адаптации, и мы были готовы максимально, как ты можешь быть готов, когда ты вообще не побывал в Антарктиду. И у нас довольно легко это все прошло, и коллектив украинцев у нас принял очень хорошо, и через два-три дня мы уже чувствовали, как часть его коллектива это очень хорошо прошло. — А есть что-то, чего не хватало на станции, может быть, в бытовом плане? — Так трудно сказать. Может быть, немножко не хватало, что коммуникация не была такая большая с Латвией, возможно, но, в другой стороне, может быть, это и хорошо, потому что мы могли побольше работать и думать только о том, что должны делать. — Если возвращаться к глобальному вопросу о тайне ледников, то какова динамика? Глобальное оттепление, оно грозит тому, что угрожает жизни человечеству, если вопрос ставить вот так вот? — В принципе, это трудный вопрос. То, что климат изменяется, это точно. — И я не сказал, что, например, там весь ледник Антарктиды будет, там у нас вода большая. Я не думаю, что это самая большая проблема. Самая большая проблема, что когда эта ледника немножко поменьше станет, и течение океанов может поменяться, и климат глобальный, и это будет как бы не прямо, а вот как-то влиять всё-таки на нас, и проблемы для нас будет. — И если мы говорим о потеплении, что это видно, потому что и биологи украинцев сказали, что вот колонии пингвинов, они каждый всё-таки год немножко-немножко побольше на юг размещены. Как бы это всё идёт от севера, от юга. Это отдельные виды пингвинов, и вот это как бы индикатор, что всё-таки потепление идёт. То, что пингвин должен ещё побольше-больше на юг идти, чтобы найти вот эту температуру, которая ему нравится. — Я не знаю, как на Антарктиде, но вот в Арктике, допустим, учёные говорят о скоплении в рудниках, в ледниках килограммы, просто сотни килограммов ртути, которые с таянием ледников, возможно, могут нанести тоже вред всему человечеству, да, потому что они будут испаряться. Есть ли такая проблема в Антарктиде? — Так, не понял слово. — Сэрс, ртуть. — А, да. Я об этом особенно не интересовался, но, в принципе, как я сказал, что самая большая проблема будет, что если будут таять ледники, будет меняться глобальный климат, все циркулации, атмосферы и всё остальное. — Ну, какие-то токсичные вещества ледники собирают у себя? — В принципе, если есть какое-то что-то в воздухе, конечно, он там тоже есть внутри ледника, но то, что там что-то очень токсичное, я не сказал. — На сегодня мы программу «Разворот» будем заканчивать. Я напомню, что ввела передачу Алену Борисову, помогал мне звукорежиссёр Евгений Копеевна. В гостях у нас сегодня был доктор геологических наук, исследователь Латвийского университета, участник экспедиции в Антарктиду Яни Скарш. Спасибо вам большое. — Пожалуйста.